Получается так, что у кого-то пропадает обоняние на один день, у кого-то на два, у кого-то на три недели, у кого-то на три месяца. И самое интересное, оно возвращается, и у некоторых возникает извращенный запах, то есть они чувствуют только плохие запахи. У меня, допустим, обратная сторона. Я вообще перестала чувствовать плохие запахи, я чувствую только хорошее. Как это замечательно. Может, это о чём-то говорит, что о чём в итоге чувствует. Но так как я по запахам раньше ставила диагноз, мне без этого немножко тяжело. Да, видите, как это, да, это печально. Более того, когда он возвращается, многие отмечают, что он всё равно остаётся притуплённым. Да. Оно, оно, обоняние, оно. Ну что, можно прокомментировать, да? Да, да. Но давайте всё-таки ещё раз определимся с тем, что мы не можем потерю обоняния называть патокномоничным признаком. Всё-таки это признак, который встречается у многих пациентов. И при том, по статистике, гипосмия и анусмия, то есть снижение или отсутствие обоняния, встречается именно при лёгких формах течения коронавирусной инфекции. И по различным статистическим данным, этот симптом встречается в 30-80% случаях. То есть статистика до сих пор очень разноречива. Патокномоничным признаком мы можем всё-таки называть тот признак, который встречается в 100% случаях, ну или близкий к тому. То есть всё-таки, когда мы видим тот признак, по которому мы вообще можем поставить диагноз. Сейчас можно много приводить примеров этих патокномоничных признаков, бог с ними. Но будем просто называть, что это не патокномоничные, а просто один из признаков коронавирусной инфекции. До сих пор до конца неизвестно, почему всё-таки возникает нарушение обоняния. До сих пор эти механизмы до конца не изучены. Считается, что это может быть вызвано нарушением восприятия на уровне самих рецепторов, когда запускается, например, стокиновый шторм. Но обычно как бы при лёгкой степени стокинового шторма того нет. Но поражение обонятельных рецепторов, оно есть. Это связывают отчасти с тем, и мы говорили уже в прошлый раз об этом, что коронавирус, он тропен, тропен к нервной ткани. То есть он любит поражать нервную ткань. А также он любит поражать сосудистую степу. И мы поэтому и говорили в прошлый раз тоже, что механизмы, нарушая в ней обоняние, могут быть разные. Связанные, предположительно, как с поражением самого обонятельного нерва и обонятельных рецепторов, так и с нарушением диссиминированного внутрисосудистого свёртывания, то есть связанного с поражением сосудистых стенок, и развитием так называемых энцефалитов. Энцефалитов, то есть воспаления вещества мозга. И микрокровоизлияние в вещество мозга с поражением тех или иных нервных функций, так скажем. Почему у многих пациентов наблюдается очень сильная слабость, или наоборот возбуждение, нарушение, вплоть до нарушения ориентации в пространстве. Я рассказывал случай, у меня была пациентка, которая говорит странные вещи, вроде я уже и переболела, а уже прошло какое-то время, но я еду на машине, и в какой-то момент я понимаю, что я еду по встречной полосе. А вот откуда всё-таки берётся, ну, потеря обоняния, тогда понятно, откуда берётся вот это извращение, да, то есть... А это тоже нарушение на уровне центральной нервной системы, потому что ведь рецептор – это периферический воспринимающий аппарат, и дальше уже нервный импульс идёт в обонятельные центры головного мозга, где он обрабатывается, и мы непосредственно уже воспринимаем запах, как тот или иной. Поэтому вот как раз извращение запаха, извращение, оно может быть, конечно, только на центральном уровне, то есть на уровне вещества мозга, на уровне обонятельного центра. А это ещё раз доказывает то, что коронавирус обладает нейротрудностью и вызывает вот такие энцефалиты вследствие поражения сосудистых стен. То есть идёт поражение на уровне самого обонятельного центра. С извращением обоняния мы сталкиваемся реже, чаще, конечно, с полным отсутствием обоняния, но пациенты действительно достаточно часто описывают извращение. А обоняние в худшую сторону. Говорит, мне стало всё противно пахнуть. Да, вот прямо рассказываешь, что как будто тухлой рыбой пахнет, тухлым мясом, именно туплять. Это уже как воспринимает запахи наш обонятельный центр. Значит, он уже не совсем адекватно обрабатывает информацию, и выдаёт нам вот извращённое восприятие действительности. Про восприятие хороших запахов, что вот я плохие теперь не чувствую, но я слышал ещё один или два раза. То есть это гораздо реже. То есть это не звук. Но вы понимаете, да, что обоняние очень сильно завязано со вкусовыми рецепторами. Почему? И исчезает вкус. Вкус, заметьте, не исчезает. Если у вас, например, обоняние сохранено, то вкус, сам по себе вкусовые восприятия, они никогда не исчезают сами по себе. То есть при сохранённом обонянии. Вкусовые ощущения исчезают только вместе с отсутствием обоняния. Потому что это две очень сильно взаимосвязанные функции. И вкусовые рецепторы воспринимают вкус как таковой только при наличии обоняния. Если нос нормально дышит, и обонятельная функция сохранена. Поэтому вслед за исчезновением обонятельной функции очень сильно, она не полностью исчезает, но очень сильно страдает. И вкусовая функция. Мы перестаём, у нас очень сильно притупляются вкусовые ощущения. Что ещё хотел сказать? Можно я... Да, вот сейчас мысль закончу, что на самом деле мы начинаем ценить любые наши функции, когда мы их теряем. Пациенты мои начинают ценить голос, когда они его теряют. А до этого они даже иногда не задумываются, что голос может куда-то деться. И они не смогут коммуницировать с окружающими. Мы теряем обоняние, и мы понимаем, что мы ничего не чувствуем. Вот элементарно, я сейчас похмлю. У меня тоже был коронавирус в лёгкой форме, и я терял обоняние. Да было в ноябре месяце. Вот. У меня полностью отшибло где-то дней через пять нюх, и он восстановился где-то недели через две. Вот. Но когда был пик этой потери, то есть я не чувствовал вообще. Я захожу в коридор, и я вижу какую-то вот коричневую лужицу, понимаете, у порога. И я не понимаю, то есть то ли это, вот я смотрю и не пойму, а тогда так бы было, так, слякотно достаточно в ноябре. Вот. Слякотно, и я не понимаю, то ли это с обуви грязь натекла, то ли это, ну, собачка. Немножко пропоносила, понимаете. И я подношу вот эту субстанцию к носу, и я понимаю, что я вообще не чувствую всё-таки, что это такое. То есть для меня осталась эта загадка. Ну, я это аккуратно убрал, и всё. Вот вам, пожалуйста. Мы с вами, да, когда сидит у меня танзелитный пациент, я его смотрю, и у него тоже, например, запах изо рта. Конечно, для нас, и особенно вот тоже вот для врачей, или кто работает. Для меня вообще это потеря потерь, потому что я так определяю грибок, гной или там периодонтит. Да, мы во многом, конечно, ориентируемся вот на нашу вот эту первую сигнальную систему, на обоняние, осязание, зрение, слух и так далее. Вот. И, конечно, каждая функция, она нам не зарядана, и каждая важна, и без каждой качество жизни нашей будет существенно страдать. Ну вот я хотела бы вам задать такой вопрос на предмет, как мы меняемся с потерей обоняния. Ну вот я могу сказать, что я такой человек нюхач, да, то есть я обожаю ароматы, и я чувствую некоторые тонкие ноты, хотя это, ну, скажем, не моя профессиональная деятельность, да, там выбирать духи или ещё что-то. Но я получаю от аромата нереальное какое-то удовольствие, да, которое запускает у меня определённые процессы, и которые, от которых я, ну вот, там определённые гормоны радости вырабатываются. Также я определяю, хочется мне общаться с человеком или нет. И даже элементарная вещь, отравлюсь я или не отравлюсь этим супом, нужно это активнее. Вот, кстати, это один из самых, самых существенных вопросов, которые вот лично меня напрягали, когда обоняния не было. Я не слышал запаха пищи. Это очень важно, ведь мы сразу определяем, а вообще можно это есть или нет? Или это уже лежало, или там уже что-то ничего. Вот это на самом деле самый существенный момент, который меня тогда прям, ну, прям, так это, заботил и напрягал, напрягал. Я не чувствовал запаха пищи. И меня напрягало не столько сам факт отсутствия, да, потому что где-то под спудной я понимал, что окей, по среднестатистическим данным у меня через две недели это всё вернётся. Да, и как бы, но когда у меня общинуло, я сразу начал пить витамины группы В для того, чтобы всё-таки подпитать нервную систему, рецепторы. Я месяц пил витамины В, вот, на всякий случай. И в нос брызгал там противовоспалительные препараты, стероиды местные для того, чтобы снимать воспаление. Но, и я понимал, что у меня где-то недели через две, Бог даст, там это обоняние вернётся. Но вот пока его не было, самое существенное, что меня напрягало, я боялся есть пищу, которая не была, например, приготовлена дома, вот, вчера-сегодня. Это какие-то изделия, это что-то купленное в магазине, это ещё что-то. То есть я с большой опаской это употреблял, и смотрел, и там особенно предвзято сроки, откуда это вообще появилось, что это такое, и старался чего-то лишнего не есть в этот момент. Вот это очень существенный факт. Но так и меняемся, понимаете? Конечно, мы становимся, вот вам отсутствие обоняния, а мы сразу становимся подвержены отравлению. Малейшее мы что-то пропустили, на запах не определили, и всё. Мало ли чего мы съели. А мы это не почувствовали. А если, конечно, обоняния нарушаются длительно, такие пациенты приходили, у которых не было обоняния месяц по полтора, конечно, вот вы говорите, а как мы меняемся? У них развивались различные невротические уже состояния. Вплоть до неврозов, потому что, естественно, это напрягает, и это существенная функция, это окружающий мир, а мы его не можем понимать. Вот и всё, вот ответ на ваш вопрос. Спасибо. Вот я сегодня ходила на почту и как раз хотела задать вопрос. Девушка рассказывала о том, что у неё уже год нет обоняния. Целый год, представляете? После коронавирусной инфекции? Ну, говоришь, что да, да. Вот, наверное, просто это была подготовка к прямому эфиру, потому что я зашла, там зашёл разговор, и я это услышала, и она говорит, что вот... Нет, ну, конечно, сидеть и ждать, что оно появится при таком сроке, это уже неверно. То есть нужно прийти, как минимум, может быть, даже к нам в клинику. И мы попытаемся это обоняние восстановить всеми возможными способами. Потому что так как мы не знаем и не узнаем, на каком уровне это поражение, то мы тут дадим и препараты центрального характера, которые улучшают мозговое кровообращение, и влияют вообще на нервную систему, стимулируют её и так далее. Конечно, здесь нужна и консультация невропатолога обязательно. Вот, для того, чтобы посмотреть какие-то другие вещи. А вдруг какое-то совпадение. МРТ головного мозга в этой ситуации обязательно нужно сделать. То есть определённый диагностический объём необходимо провести. Ну и потом, конечно, пролечить. Потому что год, чё ж она ж ходит, ждёт год. Уже ждать не надо. Месяц-два, и надо было уже бежать и всё это обследовать и лечить. Иначе нервная ткань погибнет, то и мы вообще ничего не восстановим. Конечно. То есть ждать нельзя. Нет, ждать не стоит. Ждать не стоит. А у вас обоняние вернулось в полном объёме? Вы знаете, мне всё равно кажется, что оно немножко притупилось. Как говорили другие пациенты. То есть вот где-то в каких-то моментах я что-то недонюхиваю. То есть у меня нюх был острее, чем сейчас. И есть как бы мнение о том, что нюх можно тренировать. То есть вдыхать эфирные масла несколько раз в день, тренировать по 15 минут каждое масло. Но вы знаете, я когда это почитал вообще и посмотрел эту гимнастику нюхательную, но это, знаете, можно заниматься, когда нюх действительно, ты работаешь на парфюмерной фабрике, и это твой заработок, то можно, конечно, заморочиться такой громоздкой гимнастикой, которая будет у тебя отнимать пол светового дня и половину твоего рабочего времени. Вот. То есть тренировать можно. Это один как из способов. Вот. Как бы давать возможность рецепторам вновь опять вспоминать, как бы запретить. Есть такая методология, но она достаточно громоздкая. Вот. А остальное – это только вот какие-то медикаментозные методики. Ну да, я тоже сферкололог сосудистые препараты, и вот самое интересное, у меня сейчас каждый день возвращается по одному какому-то запаху. Но иногда он возвращается, а потом раз – и опять пропадает. И вот это вот вроде я чувствовала, а тут опять не чувствую. И в том числе даже запах снега. Вот я его чувствую, а потом раз – и не чувствую. И вроде как весна, а я не понимаю, что весна. И думаю, вот, незадача. Меня единственное спасает моя селективная парфюмерия, вот действительно, которая долгосрочная, с натуральными эфирными маслами. Я вот на ней как-то немножко вроде выплываю. Вот. Потому что не чувствовать запахов – это как, я не знаю, не чувствовать прикосновений. Мне кажется, это сразу. А у вас вернулись и плохие, и хорошие запахи? Да, у меня все вернулись. Все вернулись. Я просто… Просто немножко как бы, ну, чувствительность не такая теперь, как бы, вот не такая острая. Вот все равно чуть-чуть притуплено. А так все запахи, да. А какое время вы проходили лечение? Ну, сколько времени вы себя лечили? Ну, у меня не было его за две недели. Но как его только отживало, я сразу начал вот эти бэ пить, но пил где-то месяц. Не где-то месяц пил, стандартный курс. Может, даже еще раз повторить, сейчас надо, чтобы еще подпитать. Может, еще улучшится. А ваши пациенты, которые приходят с потерей обоняния, им возвращается обоняние после вот лечения, которое… Вы знаете, у нас уже давно не было таких пациентов. То есть у нас сам эпидемический период пошел на спад. Уже все практически… У нас очень многие переболели. Кто-то сделал прививки. У нас с коронавирусом, у нас практически мы не сталкиваемся уже с этими пациентами. Если сталкиваемся, то редко, и то непонятно, коронавирус или нет, потому что все им переболели, за редким исключением. Поэтому мы с обонянием… Вообще у нас поток пациентов обонятельный, он прекратился на сегодняшний день. Их нет. И даже те, у которых были длительные потери, они куда-то у нас все исчезли. С чего можно сделать вывод, как знаете вы, как врач, что если пациент исчез, значит, у него все хорошо. Да, есть такая история. Поэтому, значит, можно сделать вывод, что у них обоняние тоже вернулось. А вот вы сказали, что при потере обоняния еще пропадает вкус. Вот я вкус практически… Ну, то есть интенсивность вкуса, да, у меня пропала, но прям совсем вкус я не терял. А я вам и сказал, что там будет притупление вкуса, не полная потерь. Вы даже это можете прочувствовать на себе при банальной хуэрви. Когда острый насморк, вы ничего не чувствуете, отек, сопли текут, и вы вкус почти не чувствуете. У вас сильно притупляются вкусовые ощущения. Это тот же самый механизм. Потому что обоняние и вкус очень сильно завязаны друг с другом. Поэтому такая… Это физиология. А вот нам тут задают уже четвертый одинаковый вопрос по поводу, у кого пропало на 3 месяца, на 4 месяца обоняния, что делать? Вот Лев Борисович вам сказал, что витамины группы В и на прием… Но лучше сказать, что ничего не имеется, потому что если такие длительные потери, такие пациенты требуют дообследования. МРТ головного мозга обязательно. Осмотр у таларинголога обязательно. Консультация невропатолога обязательно. И дальше мы уже тогда будем думать о лечении, о тактике. Чтобы там не налечить ничего лишнего. Ну, я так понимаю, это основные рекомендации. У кого-то еще есть вопросы? Мне кажется, все основное мы обсудили. То есть по факту можно вернуть обоняние, но интенсивность Лев Борисович не обещает пока, потому что не сильно отдаленных результатов. Вопросы? Те, кто нас смотрит, слушает. Есть какие-то еще вопросы? Простили сохранить эфир? На этот вопрос я отвечу так. Да, мы его сохраним, но я его выложу немножко попозже. И на Ютубе, и в Инстаграм в том числе. Какие рекомендации, Лев Борисович, вы еще можете нам дать для того, чтобы беречь свое обоняние? Ну, я бы хотел дать, знаете, все-таки рекомендацию более широкого характера, не только про обоняние. Это касается обоняния, это касается любых других наших функций зрения, и обоняния, отсязания, голоса, слуха, зубов, и так далее. Не надо никогда тянуть с походом к врачу. Нужно вовремя обращаться за консультативно-диагностической помощью и не затягивать, потому что большинство тяжелых ситуаций виной все равно в большем проценте это сами пациенты, которые поздно обращаются к специалистам. А когда вы обращаетесь к специалистам, тут еще одна рекомендация. Никогда не обращайтесь к первым попавшимся специалистам. Всегда все-таки промониторируйте. Если это наша фониатрия, вы промониторируйте. А кто работает на рынке, кто с кем работает, с артистами, куда они ходят. Если это стоматологи, ортодонты и так далее, посмотрите их, внимательно изучите, потому что сейчас, конечно, со специалистами просто беда в любой сфере. Поэтому обращаться нужно как можно скорее при возникших проблемах. Но обращаться нужно все-таки после определенного мониторинга. Не идти к первым попавшимся врачам. И главное, не гнаться за дешевизмой. То есть надо понимать, что и хороший врач может быть дешевым, и задорого вы можете попасть к авантюристам. То есть это не показатель. Дорого, дешево. То есть если вы отдадите... То есть люди у нас, многие вот ищут, где дешевле, а в конечном итоге они обойдут пять этих врачей, там где дешевле, и оказываются там, где вроде как было дороже, но в итоге уже потратили в четыре раза больше, чем потратили бы с первого раза. Вот эта психология непонятна ни мне, ни другим врачам. И все об этом... Это менталитет. Да. Поэтому я призываю... Это не психология менталитета. Да, я призываю в этом плане как-то скорректироваться пациентам и вот подумать об этом. Других рекомендаций у меня больше нет. А можно я вопрос задам свой профессиональный как врач-парадонтолог-ортопед? Потому что, не знаю, когда мы в следующий раз с вами встретимся, пусть это будет всем бонусом. Почему, когда я лечу людям парадонтит, которым они страдали много лет, и у них было снижено обоняние, возвращается обоняние в течение двух-трёх недель? Просто как парадонтит, да, воспаление в десне, в кости влияет на обоняние. Потому что мне пациенты прямо говорят, я после вас не могу там в электричке ездить, у меня настолько всё обострилось, я чувствую, что там происходит за 50 метров. Вы знаете, очень интересный, конечно, вопрос, действительно, прям интересный. Я так предполагаю, что здесь может быть связано с двумя моментами. Ваш-то парадонтит, он тоже, извините за нескромность, припахивает? О, там вообще есть целый спектр ароматов. Вот. Поэтому, как вариант, может быть, он перебивает всё остальное пациенту, но пациент с ним свыкается с этим запахом, со своим же, но он всё равно в обонятельные зоны попадает эти как бы пакучие летучие вещества, и у пациента все остальные просто запахи притупляются. Поэтому он их не чувствует. Это как один из вариантов. Второй вариант, это всё-таки так, как всё это взаимосвязано, рот, нос, это понятно, всё взаимодействует и взаимосообщается. Может быть, и передаётся воспалительный процесс, потому что это всё-таки инфекция. Это воспалительный процесс, который может распространяться на полость носа. И может быть, там возникает воспаление, отёк, в том числе в обонятельной зоне. И, соответственно, у человека притупляется сама функция вонятельная из-за воспалительного процесса. А может быть, здесь два механизма действуют одновременно. У меня такое предположение. Надо нам как-нибудь вот эту тему тоже обсудить, потому что мне кажется, это прям тоже интересно. Воняние. Что-то возникает в аналогичном экологическом заболевании. Давайте, может, про голос поговорим. Нет, про голос у меня к вам отдельная большая тема, потому что я сейчас углублённо занимаюсь прикусом, и вот мне вообще стало очень интересно, что при поднятии прикуса изменение положения челюсти, да, то есть меняется и голос. Да, всё будет на мышцы передаваться. Вот, потому что у меня к вам на самом деле очень много вопросов на этот час. И если вы не против, мы можем просто сделать отдельный эфир про голос, потому что это, как выяснилось, ещё и заболевание горла. Есть у меня ещё желание сделать с вами прямой эфир про запах изо рта, потому что это может быть моё заболевание и ваше профессиональное всё-таки вот это вот, да, стезиат. Да, хорошо. Тогда мы с вами сейчас после эфира договоримся. Обязательно. Мы запланируем прямой эфир. Окей. Про голос. Красиво. Большое спасибо за приглашение. Всё. Будем и дальше встречаться в эфире. Да. Нет, ну я к вам приеду обязательно. Ждите меня скоро в гости. Давайте. Ждём с удовольствием. Так что всех приглашаю, я приглашаю к вам на приём, потому что Лев Борисович действительно очень крутой доктор, которого я вообще с удовольствием рекомендую своим пациентам. Поэтому записывайтесь на приём. Если вы не можете вернуть своё обоняние, проходите обследование и решайте свои проблемы. желаю здоровья вам, вашим близким и делитесь нашими видео тем, кому они важны. Всего доброго. До свидания. Спасибо. И я присоединяюсь к этому всем пожеланиям. И вам всего самого доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok